Здравствуйте, мои хорошие! Наверняка у многих в кладовках завалился не один десяток старых советских вещей. И если вы вдруг надумали выкинуть весь этот хлам, то не спешите это делать. Быть может, среди, казалось бы, бесполезных безделушек найдется пара-тройка ценных антикварных изделий. Первое – педальные машинки. Советские ребятишки очень любили ездить на педальных машинках. Вот только цена на таких железных коней могла доходить до 50 рублей. Те немногие счастливчики, кому родители все-таки смогли купить миниатюрный «Москвич» или «Волгу», становились объектом зависти у товарищей по двору. Сегодня даже видавшую виды машинку можно продать за 5-10 тысяч рублей. Стоимость на редкие экземпляры в хорошем состоянии может доходить до пары тысяч долларов. Второе – фарфор «Элфэзэ». Хороший фарфор сама по себе штука не дешевая. А если он еще и был изготовлен императорским фарфоровым заводом, то его ценность на антикварных рынках сильно возрастает. Чайные сервизы и различные статуэтки знаменитой фабрики не так уж и легко найти в наше время. Даже самые невзрачные экземпляры оцениваются в 5 тысяч рублей, а лимитированные изделия, например, фигурку Степана Разина, могут купить и за 100 тысяч. Третье – телевизор КВН-49. Казалось бы, кому может понадобиться старый черно-белый телевизор, да еще и с крошечным экраном? Примечательно, но первые серийные телевизоры Советского Союза КВН-49 высоко ценятся в кругах коллекционеров. Даже за нерабочий экземпляр можно попытаться выручить 10 тысяч рублей, а за работающий телевизор можно рассчитывать на сумму в два раза большую. Чугунные статуэтки С чугунными статуэтками ситуация неоднозначная. Многие из них могут не стоить ничего, в то время как цена за фигурки Каслинского литья может достигать десятков тысяч рублей. По информации новотэ.ру, коллекционеры ценят чугунные изделия кослийских ремесленников за их высочайшее качество и мастерство обработки деталей. Соответственно, цена будет расти в зависимости от возраста изделия и количества изготовленных копий. Готовальня Наверняка многие из вас слышали это странное название, вот только никто не знает, что это такое. Готовальня – это большой набор измерительных приборов, циркулей, измерителей и тому подобное. Продавались такие наборы в красивых бархатных коробочках. Несмотря на преклонный возраст, большинство готовалин сохранилось в хорошем состоянии, так как изготавливались они из нержавеющей стали. Если же вы являетесь обладателем огромного набора чертежных инструментов немецкого производства, то его можно продать за 500 УЕ. Виниловый проигрыватель Классика жанра. Хоть мы и живем в эпоху цифровой музыки, мода на виниловые пластинки не угасала никогда. Многие лейблы продолжают выпускать альбомы известных исполнителей на виниле. Если у вас завалялся старый проигрыватель, то можете попробовать найти покупателей на специализированных форумах любителей виниловой музыки. Их достаточно много. Здесь цена также сильно варьируется в зависимости от состояния, марки и возраста проигрывателя. Духи. В последнее время популярность советских духов вновь возросла. Ретро-модницы спешат приобрести флакончик советского парфюма Наташа или Новая Заря. Открытые тюбики стоят недорого, а вот нетронутые пачки готовы покупать за 5000 рублей и больше. Особенно ценятся редкие ароматы, которые присутствовали в лимитированных коллекциях. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!